Добрый день! В эфире программа «Русская политика». Сегодня мы поговорим об очень серьезных вещах. Ночь на 2 апреля в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон резко обострилась обстановка. Начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны конфликта обвинили друг друга в применении тяжелой артиллерии и даже реактивных систем залпового огня. Сообщается о десятках погибших. Давайте вспомним предысторию, не удаляясь особенно вглубь веков. Итак, Нагорный Карабах – это регион в Закавказье, в СССР юридически бывшей территории советского Азербайджана. Так как армянские корни имеют подавляющее большинство его жителей, при прямом попустительстве горбачевской власти во время перестройки здесь возникло движение, требовавшее передачи региона в состав Советской Армении. Был проведен референдум, на котором большинство населения действительно проголосовало за независимость от Азербайджана. В Баку этого не признали, а сам факт провозглашения объявили незаконным. Более того, в Баку приняли решение упразднить автономию Карабаха, которую он обладал в советское время. В итоге начались боевые действия между армянами и азербайджанцами. То, что было невозможно себе представить ни при Сталине, ни при Брежневе, при Горбачеве стало страшной реальностью нашей жизни. 5 мая 1994 года в столице Киргизии при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении огня в регионе Карабахского конфликта. И с 12 мая 1994 года пушки там больше не стреляли. Ну, почти. Попытки найти решение проблемы дипломатическим путем ни к чему не привели. Стороны конфликта так и не сумели договориться по поводу итогового статуса Нагорного Карабаха. Но режим перемирия соблюдался. Кстати, без вмешательства миротворцев, то есть практически самостоятельно. Худо-бедно, но соблюдался. Бывали редкие перестрелки, но масштабной войны с 1994 года более не было. И вот спустя 22 года после заключения перемирия в этом регионе вновь вспыхивает напряженность. Но прежде чем говорить о причинах возобновления конфликта в Нагорном Карабахе, отметим несколько совпадений, предшествующих этому. Хотя, конечно, как мы знаем, никаких совпадений в политике не бывает. Итак, прямо накануне обострения ситуации в Карабахе президент Турции Эрдоган летит в США, где встречается с Обамой. В это же самое время с визитом в Штатах находится и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После встречи с заместителем государственного секретаря США Томасом Шенноном, Алиев выражает свое удовлетворение, подчеркивая, что визит был успешным. В тот же самый момент, на том же самом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, с госсекретарем США Джоном Керри встречается президент Армении Сержкс Арксян. Очень часто обострение ситуации происходит именно перед важными переговорами. Так вот, в ближайшем времени в США планировалась встреча президентов Армении и Азербайджана на высшем уровне. И тут началась стрельба, которая фактически сорвала грядущие переговоры. Это первое. Второе, что нужно отметить. Обратите внимание, что в российской медиасфере никто не говорит о том, что в Вашингтоне был президент Армении, но все и много пишут о том, что в Вашингтоне был президент Азербайджана. Информация подается не полностью. А недоговорки информации в данном случае это подстрекательство к эскалации напряженности. Ну а теперь несколько слов о связи Азербайджана и Турции. Эти две страны связаны друг с другом не только этнически, но и экономически. Когда Советский Союз распался и Россия ушла из экономики Азербайджана, ее роль тут же подхватила Турция. Таким образом, сегодня Азербайджан зависим от Турции экономически. Что на фоне резкого ухудшения отношений Анкары и Москвы после ударов турок по российскому боевому самолету, также является мотивом для стороне Турции разжечь старый конфликт во вред России. И самое главное, очевидно заинтересованность США в разжигании нестабильности возле наших границ. Россию словно медведя вновь пытаются затравить сворой собак. Это значит втянуть в региональные конфликты с последующей попыткой сделать из локальных глобальные конфликты, как это уже было в 20 веке. Одна собака никогда не может побороть огромного медведя, а вот накинувшись на него целой стаей, у собак появляется куда больше шансов его затравить. Именно так, через множество региональных конфликтов, развязанных вокруг наших границ, США и пытаются ослабить Россию. Мы видим это на примере Украины, где нас пытались втянуть в войну, и Сирии, где нас вынудили вмешаться в военные действия. Теперь та же история повторяется в Нагорном Карабахе. В случае войны в этом регионе Россия, как член организации договора о коллективной безопасности, ДКБ, в составе которого нет Азербайджана, но есть Армения, может оказаться в сложном положении и может быть втянута в войну. Причем за спиной Баку в этой ситуации будет стоять Турция, за спиной которой, в свою очередь, будет маячить НАТО. При таком развитии событий неизбежно еще большее обострение отношений с США, которые имеют свои интересы в Азербайджане, богатом, как известно, углеводородами. Соответственно, Штаты в этом конфликте могут занять стороны Баку, что заставит последней придерживаться политики Америки на нефтяном рынке. Ну а теперь несколько слов и для любителей все мерить экономикой. В феврале 2016 года Турция стала крупнейшим продавцом золота на международном рынке, продав около 1,2 миллиона унций драгоценного металла. Это примерно, внимание, 7% золотого запаса Анкары. К слову, Россия в том же самом феврале 2016 года стала крупнейшим покупателем золота. А вот у Азербайджана ситуация такова. 31 марта 2014 года у него в золотовалютных резервах было 14,7 миллиарда долларов. Через год, 31 марта 2015, уже 9,4 миллиарда долларов. А неделю назад оставалось всего 4,06 миллиарда. За два года сокращение золотовалютных резервов у Азербайджана более чем в три раза. Ну, это делает Ильхам Алиева куда более сговорчивым к американо-турецкому подстрекательству войны. Таким образом, большая геополитика и желание штатов ослабить Россию, плюс региональные интересы Турции, плюс шаткое положение экономики Азербайджана, равно обострению в Карабахе. На что еще точно стоит обратить внимание, это золотовалютные резервы Армении. С 2010 по 2015 год они сократились с 1,85 миллиардов долларов до 1,26 миллиардов. Вот такая печальная арифметика получается при анализе имеющихся фактов. Нам осталось только ответить на вопрос, что же делать в России в такой ситуации. Разумеется, мы заинтересованы в скорейшем окончании конфликта дипломатическими мерами и предпринимаем все меры для этого. Но тут надо арсенал средств несколько расширить. Штаты всегда давят на больную мозоль, стараясь добиться своих целей. Нам же важно понимать, что русский медведь способен без особого труда разогнать свору собак. Только при этом ему нужно перестать думать о том, демократическими ли методами он это делает или не очень. Россия должна вести себя сообразно ситуации. Исходя из того, что США не оставляют попыток спровоцировать конфликты и войны вокруг наших границ. Экономика Азербайджана, безусловно, сильно зависит от продажи углеводородов, добываемых в этой стране. Однако нельзя скидывать со счетов и то, что большую долю в бюджете этой страны занимает и доход от торговли с Россией. Это деньги азербайджанской диаспоры и продажа пресловутых помидор, которые мы можем взять в кавычки. Это большие деньги и это зависимость Баку от России. Именно с этой стороны мы и должны оказывать давление на Азербайджан в случае ухудшения ситуации в Карабахе, принуждая к миру прекращению войны. Давайте помнить, что провоцирование кровопролития в Карабахе не последняя попытка наших заокеанских оппонентов. В ближайшее время они начнут поджигать войну в Средней Азии. Кроме того, США уже делают все возможное для возобновления гражданской войны в Молдавии, которая неизбежна в случае поглощения Молдовы Румынией. Стоит просто взглянуть на политическую карту мира, чтобы предсказать, где в скором будущем возможно возникновение военных конфликтов. Это будет происходить по всему периметру границ нашей страны. Впрочем, не стоит забывать, что русского медведя еще никогда и никому не удавалось затравить в его берлоге. До свидания. Русская политика на этом не заканчивается.